Итак, у нас новая пора и новая подборка интересных сериалов или фильмов, или что там, всего перемешку? Ну, нет, вот сегодня одни фильмы, я немножко изменил подход к подбору материала. Мы сейчас будем смотреть только то, что гарантированно выйдет в России. То есть это все фильмы, которые выходят с дубляжом в октябре, они все с дубляжом, и они все есть на Кинопоиске, кто-то может тоже там посмотреть трейлер, если у нас друг не захочет это сделать. Ну, понятно. Да, поэтому подборочка будет такая смешанная немножко. Даже анонс или можно смотреть вслепую? Давай вслепую, скажу, первый фильм у нас 12+, фэнтези-приключения. О, я люблю, да. Так, ну, смотрим. Что-то мне напомнило, это был фильм, где дети Ланселот, вот это все. Нет, нет, это прям вот Робин Гуд. Он так и называется, не поверишь. Не, ну вот стиль там тоже главный герой и дети. Ну, прям как ролевая игра какая-то. Блин, с присосками стрелы или что? Я не хотела. Очень больно. Нормально. Робин, одна из мам говорит, ты больнул ее сыну в лоб. Помнишь закон? Выше плеч не целится. Ты пожалеешь об этом. Заброшенный участок в конце дороги бельмо на глазу. Наш проект по благоустройству его спасет. А как же королевство? Кром и молния! Тут, в общем-то, эко-активисты борются за лес, я так понял. Ну, это не эко-активисты, это же такая стандартная тема. Да, это фильм Великобритании и Ирландии. И тут налицо вот эти те самые английские мотивы. Винни-Пух с придуманной страной. Ну да, там королевство. А, Нарния та же самая. То есть дети играют в лесу в Робин Гуде. Для них он реален, сказочен. Да, и классно сделано, я не знаю, уже было, не заметил. Когда они играют в картонном доспехе и становятся в настоящем. Это прям, ну, будет еще, по-моему. Да, ну, это как бы образное воображение. Да. У нас водятся редкие птицы. Перо – доказательство. Мало ли, откуда его занесло. К ведьме! С ума сошла? Она же съест тебя! Съем еще чего! Я же вегетарианка! Да пойми ты, тут не ты против меня. Мы с вами против меня. Поможете? Кони – это велосипеды. Хорошая находка. Я говорю, прям очень здорово сделано. Прям переход такой. Ну, пока вижу добрый семейный фильм, действительно. Так, прям негров даже вроде нет. Интересно. Как нет, главный герой мальчик там. А? Сейчас паспу приедем. Мы не сдадимся без боя! А, да-да-да, вот. Король. Робин Гуд и хранители леса. Прости, будь добр, подай нам мяч. Ну что, фильм позитивный. Я хочу сказать. В дни школьных каникул, что ли, выходит? Он выходит у нас 17 октября. Ну, примерно, да. Но мы только что с тобой смотрели советские, российские фильмы. Там было аж несколько фильмов для детей. И, по сравнению с этим фильмом, к сожалению, они проигрывают, по-моему, почти все. Ну, кроме, может быть, с собакой. С Безумрудного города? Нет, из тех, которые уже точно в ближайшее время выйдут. Но, вот, это то, как надо снимать кино для детей. Ну, я вот, по крайней мере, по трейлеру вижу так. Ну, нету каких-то хульганских, каких-то безысходных вещей. У наших какая-то, все-таки, какая-то вот хрень прослеживается. Ну, вот смотри, давай. Значит, фильм называется, как ты догадался, Робин Гуд и хранитель леса. Робин у нас девочка. Да, а не... Лучница. Не мальчик. 11-летняя Робин и ее верные друзья Капюшоны. Худ, который... Девочка со стрелами ставит всем присосы. Превратила заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство, которое оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку кустов, чтобы построить на ней современный жилой комплекс. Несмотря на все усилия детей, их протесты остаются без внимания. Перспектива навсегда потерять свое королевство не входит в сказочные, вкрасочные планы Робин и ее друзей. Поэтому они берут дело в свои руки. Ну, и начинают срораться. Ну, да, и отстаивают это. Это очень неплохо сделано. Ну, надеюсь, там будет без мрачника. Классные ходы с доспехами, велосипедом и прочим. Классная ведьма-вегетарианка. Ну, да, да. Это хорошая прям шутка. Да, да, это хорошая прям шутка. Она вас съест. Съест вегетарианка. Хорошо. Просто помучаясь. Да, ну как тебе? Ну, нормально. Мне кажется, вот если бы все такие фильмы были, ну, наверное, это можно и смотреть. Вроде как бы запасе. Несмотря на то, что... Англосакс. Ставлю плюс. Далее. Так. Давай. Значит, говорю только... Название. Нет, жанр. Написано жанр, комедия, мелодрама, фантастика. Именно поэтому это попало в подборку, из-за слова фантастика. Это Россия, и выйдет это 24 октября 24 года. Не попало у нас. Ну, потому что мы там до октября в основном смотрели фильм. Это октябрь. Ну, и я предлагаю... Ну, ладно, встретимся снова. Фильм называется. Смотрим. 16+. Когда я выходила за тебя замуж, я думала, что у тебя есть перспектива. Ощущение, что вы ненавидите друг друга. Она токсик. Вот уже сразу в нашем фильме токсик, там какой-то сленг, какая-то пренебрежительность. Ну, ладно, это уже, по-моему, от этого не избавиться. У наших нету понятия романтизма вообще как-то. Обязательно должен быть какой-то приземленный мотив. Даже вот, собственно, в последнем богатыре такое. Ой. Да перестань, никогда ты в меня не верила. Ты реально больной. Иди, подыши. Чё происходит-то? Телепортация. На часах всё ещё без 15.9. На дворе никого и машин нет. Мы из квартиры выйти не можем. Женя, это Аня, скажи, сколько у тебя сейчас времени? 18 часов, 17 апреля, среда. Типа и день сурка, или как современный сурка, и привязка к квартире. Ну, гости с прошлого могут выходить. Ну, там они тоже только с одной стороны в одно время. Здесь просто зациклено. И был момент, у них тоже было безвремени какое-то. Ну, да, да, да. Артём Ткаченко и Аглая Тарасова. Совершенно верно. Вот. Артём Ткаченко уже больше по рекламе я его стал узнавать. Так, ну... Не смешно, кончай пухать. Заходи. В пятницу. Почему его среда? Дварь, не переворачивали календарь? Надо попробовать работать, Лед. Как здесь? Откуда? В пятницу ты же сам приглашал. Прошлым меняешь и настоящим получаешь. Чего? Мы застряли, мы не можем отсюда выйти. Всё, отдыхаем. Надо что-то дальше думать. Да забей. Это чё? Расслабься. Ты понимаешь, что у нас завтра не наступает? Ну, держи. То есть у них там копятся и бутылки. Ну, да. То есть это такое, они повторяю дублируются. Саре, знаешь, у меня какая претензия? Трейлер не динамичный. Я уже заскучал, хотя... Ну, я просто его видел, не знаю, как ты. Не хватает динамики, да, в трейлере. В камерных фильмах, где два главных героя основные, это всегда так. То есть там больше не... Ну, хотя вот «День сурка» я, насколько помню, был интересный трейлер. Там туда-сюда он же выходил. А тут прям, да. А тут как раз наоборот, они выходить не могут. Хотя вот я не знаю, что это, концертные вставки. Нет, ну это всё у них в квартире. А в конце... То есть они приглашают друзей, начинают пользоваться этим циклом дня, как бы, и так далее, и так далее. Ага. Ну ладно, так. Ты что устроила? Разом с девчонками развод? Вам надо довести проживание этой травмы до максимума. А мой Серёжа с твоей Катей сосётся. Серёж. А мне надо было выбрать другую. Тогда мы оба были бы счастливы, да? А выходи за меня. Нет, Наташа! Если нельзя ничего изменить вокруг, будем меняться сами. Согласна. Встретимся вчера. Попробуй маму. Только бы не ответил, только бы не ответил. Мама тоже пропала. Ну, видишь, есть всё-таки какие-то плюсы в этой истории. Придурок. Кино с 24 октября. Ну что, путешествия во времени и всякие кольца замкнутые всегда интересно. Особенно у нас тоже, как говорится, есть идеи на этом счёт. Поэтому надо смотреть, что... Мне кажется, в целом это что-то неплохое, не сильно пошлое. Я думаю, похоже на гостя из прошлого, только в полном месте. Собственно, Сергей и Аня переживают кризис отношений. Семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на семейную пару совсем другие планы. Теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственная временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или, напротив, заставят их ещё больше ненавидеть друг друга? Разойтись. Судя по всему... Пара из будущего ещё. Бурунов, Сароновый. А я не видел этот, кстати. Ну там достаточно тоже... Вот ещё аналогии. Ну, вполне... В целом... Аудитория понятна. Кстати, второй фильм, который... Ну, не фильм, это фильм. А буквально 3 сентября вышел сериал с подобной историей. И там играет у нас в эпизодах Шефутинский с песней 3 сентября. Сериал, собственно, шлак. Потому что если нам здесь в трейлере не хватает динамики, там всему сериалу не хватает динамики. То есть просто... Ну... Но, может быть, здесь поможет, что это всё-таки фильм. Ну да, полный метр. И хотя бы не трёхчасовой, судя по всему. Сколько там? Ну, это я не записывал, сколько по времени. Ну, вряд ли тут 3 часа. Фильм должен быть снят, а качественно, ярко, хорошие цвета, хорошие... Да, да. Художник точно хорошо поработал. Самое главное, что вот Аглая Тарасова, специфическая актриса, у неё, например, вот я не знаю, кто её поставил в льду с Петровым, у неё с ним, ну, она... Не было химии. А с Ткаченко у неё вроде как, ну, как бы совпадают. Ну, может быть, да. Ну, посмотрим. А дальше что? Дальше у нас... Так, к этому что ставлю? Да, это сейчас не обязательно ставить, это мы только на большом просмотре делаем. Ну ладно. Да. Ну, лайк, лайк, я тоже думаю, что лайк нам нравится, в общем. Неплохо. Может быть, не в кинотеатре, но так посмотреть имеет смысл. Так обязательно. Следующий фильм у нас французский и бельгийский заявлен. Совместный. Ну, Франция-бельгия, наверное, не знаю. Ну да. Франция-бельгия. Называется он у нас «Последний день земли». И заприметил я его ещё летом. Но не включал, потому что было... Не сильно вложился в подборки. Здесь у нас уже три фильма фантастики по большому. Ну, там фэнтези было, тоже фантастика. Вот, поэтому третий фантастический фильм называется «Последний день земли». По-английски называется скорее, ну, по-французски, видимо, это. Ну, я так подозреваю, что это «Выживание» называется. Ну, так перевожу. У нас будет «Последний день земли». Давай. Так. Да. 18. С днём рождения, сынок. Ну, хорош. С днём рождения, сынок. С днём рождения, сынок. Мама! Папа! Мэйдэй! Мэйдэй! Это орка! Мы попали в сторм! Помогите! Папа! А где океан? Океана больше нет. Мы здесь застряли вчетвером. Вы знаете, что случилось? Инверсия магнитного поля. Океаны сдвинулись. И поглотили сушу. Последний раз такое случалось 700 тысяч лет назад. Вода может вернуться. Нам всем придётся не сладко. Ух ты ж! Какой прям постапокалипсис такой, размах. Ну, нестандартный заход на постапокалипсис. Да. Не то, что там долго шло к тому, чтобы что-то случилось. Или вдруг там какая-то война там, да, или что-то. А тут, в общем-то, сразу... Да, инверсия магнитного поля. Пам! И у нас уходит вода. И вдруг начинается, по сути, какой-то некий боевик. Ну, такой, как раз постапокалипсис. Да, там люди пытаются понять, что происходит. Ну, выглядит суш очень хорошо. Прямо Голливуд. Ну, по науке, вроде как даже говорили, что да, есть моменты, когда вода может под кору земную уйти частично. Ну, прям... Ну, конечно, это сильное фантастическое допущение. Хотя, кто его знает, что было миллионы лет назад. И как оно всё это происходило. Да, ну, фантастика. Да. Ты доволен? Прямо ничего тогда. Помогите, пожалуйста! Откройте! Что это за твари? Обитатели глубин. Они вышли на охоту. Кашель! Ну, конечно, обитатели глубин, которых не разорвало давлением, и они так сразу перестроились. Ну, это уж точно фантастика. Ещё более вольное допущение, скажем так. Крабы, которые бегают там. Даже пауки так не бегают. Там какие-то непонятные. А вот и цунами. Надвигается. Ну, у французов есть... Хорошая традиция кинодельческая. То есть, по крайней мере, Робинзон и космоса, бегство земли, они любят такие вещи. Это во французской традиции. Ну, смотри, это у нас выходит 26 сентября. А мировая премьера у нас состоялась аж 19 июня. И по сборам, та инфа, которая есть, это 723 тысячи долларов. Как будто бы не очень много, но бюджет непонятен. В целом, картинка выглядит достойно. Может быть, просто сейчас не очень... За несколько месяцев и миллионы не собрал. Ну, как будто бы, да. Фух. Ну, может быть, это единственное, что он вышел вторым-третьим экраном. Может быть, не знаю. Но, возможно... Странно, странно. Сейчас же как раз наводнение у нас было в Европе. Возможно, это не помогает подобным фильмам. Ну, да. Ну, собственно, обычная семья во время прогулки под парусами... Ну, паруса, конечно... Ну, это мы все видели. Паруса, конечно, сильно условные. На некой яхте. Да, попадает в катаклизм. Бла-бла-бла. Ну, то есть, нет, тут в описании прям один в один трейлер. Его даже смысла нет читать. Поэтому, ну что? Не знаю. Фильм интересный. Это, конечно, не Фуриоса, так сказать. А Фуриоса-то, кстати, провалилась, которая нам понравилась по трейлеру. Да. Да? Ну, смена актера резкая. Там как бы... Всегда вызывает вопросы, да? Всегда, да, то есть... Хотя, вроде, нам каст тогда понравился. Да, вполне. Ну, тут тоже, как говорится, может быть, между первый и второй перерывчик небольшой. Может, люди не успели соскучиться элементарно. Возможно, возможно. Там даже какая-то из частей Индиана Джонса тоже, как бы, провалилась. Поэтому они перестали снимать на 15 лет. Ну, возможно, да. Хорошо. Следующий фильм всё немножко выпадает из... Ну, уже не то, что немного. Выпадает он у нас из повесточки. Но попал он... Не повесточки, подборочки. Подборочки. Но попал он у нас по следующим причинам. Значит, фильм у нас США. Угу. Но играет у нас Марк Эйбельштейн. Вам знакомый. Играет у нас Юра Борисов. Снова. Играет у нас Алексей Серебряков. И ещё несколько российских актёров. Я что-то начинаю догадываться. Это с Буратино что-то связано? Нет, вообще нет. А где же он ещё? Даже Буратино в США нет. А, да. Странно. Давай, фильм называется «Анора». Фильм называется «Анора». «Анора». Эй! 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 Молоко купила? Ты видишь молоко в холодильнике? Нет. Значит, не купила. Шикарно. Спасибо. Привет, я Энни. Нет наличия. Нет, нет. Идём в пускомат. Что скажешь, наша привата? Там парнишка просит кого-то с русским языком. Я ужасно говорю по-русски. Полный кошмар. Нет, нет. Я просто хотел тебе предложить. Ты хочешь быть только со мной? Пятнадцать. На, лам. Деньги вперёд. Идёт. Говно вопрос, да? Всё покупается, всё продаётся. Чё-то мне пока жанр непонятен вообще. Ну, ты же видел вначале веточку золотой пальмовой ветви. Ой, ну это арт-хаус, значит, какой-то. Нет, ну, по крайней мере, по трейлеру, на арт-хаус это не тянет. Ну и на молодёжную драму тоже не тянет. Им такому жанру не дают ветви. Ну, тем не менее, смотри, по мне, так это какой-то ром-что-то. Ром-ком, что ли? Ну, не ком. Ну, в каких-то... Ну, смотри. Идёт. Если я женись на американке, мне не придётся возвращаться домой. Ладно, значит, поженимся. Берёшь ли ты Анора в мужья этого красавчика? Это моя жена, ждал? Да я видел его пару недель назад. Не был он женат. Ну, ты ведь сказал своим. Иван-Джан, открой дверь, пожалуйста. Ваня, мне вызвать полицию? Не надо. Ты женился на какой-то проститутке? Что? Это она? Иван! То есть, в общем-то, какая-то мафия, что ли? Ну, смотри, я тебе показываю, да? То есть, почему тут у нас вдруг появились кавказцы там и так далее. Молодая стриптизёрша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Ну, уже интересно. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить брак. Подозреваю, что Серебряков, потому что его, по-моему, в трейлере не появится, играет, видимо, отца. Ну, Марк Эденштейн, понятно, кого, да? Ваня? Да-да-да. Ну, окей, да. Почему здесь кавказцы? Тоже не сильно ванят. Ну, вот некий набор стереотипов. А Юра Борисов, я так понимаю, вообще там... Будет в эпизоде, да? Нет, но он там появляется, но я так понимаю, что он либо тоже из обслуги... Ну, давайте посмотрим, досмотрю. Как тебе всё это досталось? Послушай, ты совсем не знаешь этого парня. Ваня? Это афера, а не брак. И мы аннулируем его немедленно. Будь мужиком, поговори со мной. А ты что, у тебя бабочка? Да, это бабочка. Ты настоящая леди. Я знаю. А я себе доллар набила, прямо как шлиф. Анора В кино 17 октября. Ну, вообще, конечно, странное появление в наше время такого фильма. Я не знаю, когда его снимали, но судя по тому, что у него есть ветка, значит, его катали где-то уже по фестивалям. И, наверное, его катали когда-то, да? Ну, не знаю. Написан 24-й, и вроде как 24-й же... В мире 21 мая 24-го года, тем не менее, да? Короче, ну... Ну, несмотря на всю экзотику, не заинтересовал. Нет, нет, нет. Я согласен, достаточно стереотипный шаг. Нет, ну тут у нас явно конфликт поколений. Ну, из интереса к актерам, там, ну, я думаю, кто-то посмотрит. Ну, по большому счету, я ничего такого выдающегося не увидел. Обычный кино. Ну, по трейлеру точно. Возможно, плохо собран трейлер. Да, возможно, они посчитали, что повесить вначале золотую пальму и ветвь будет достаточно для того, чтобы трейлер был любым. Я после Горбатой горы всем этим премиям не особо доверяю. Так, ну, что еще у нас? Или это последнее было? Нет, это было четвертое. Так. Последнее у нас будет «Нечто» под названием «Ученик». А там есть вторая часть еще названия, я тебе его не схожу. Ну, потому что в английском переводе это называется «Просто ученик». У нас добавили, в 2004 год Канада, Дания и Ирландия делают нам. Ну, хоть не Голливуд, так. Ну, Канада, я сейчас объясню тебе, наверное, почему. У меня есть предположение. И это у нас жанр драма, биография. Так. Вышел он 20 мая 2024 года в мире, а в Россию он у нас входит 31 октября 2024 года. Так, ну что ли? Не знаю, вряд ли большими экранами. Он будет с субтитрами, потому что, как я тебе говорил, у нас будет один трейлер, который лежит как премьерный на 31 октября. Что будет с дубляжом, а при этом дубляжа в 3-е нет. Да, дубляжа нет почему-то. Ну, посмотрим. Да, давай. И почитаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Явно что-то под выборы, да? Да, подгадали. Ты так вообще молчишь весь трейлер, да? Ну, когда читаешь немножко, да, больше вчитываешься, тут я понимаю, что да. Как раз под начало предвыборной гонки. Почему Канада, я думаю, там... Ну, типа, что независимые, да? Нет, не совсем. У них очень много сейчас снимают... Нью-Йорк перестраивается достаточно много, и там сложно получать и дорого согласование. А в Канаде, по-моему, то ли в Торонто, то ли в Онтарио, наверное, в Торонто все-таки, у них прям есть целые кварталы, которые очень похожи на Нью-Йорк, вот Манхэттен и так далее. Поэтому там прям много снимают фильмов, которые и дешевле, соответственно. Ну да, как у нас в Минске, да, порой снимали кино. Минске, или, допустим, можно у нас, например, снять Хельсинки, например, в Санкт-Петербурге. Ну да, потому что очень похожа архитектура, например, да. Или как снимали у нас в Прибалтике за границу, да, ШССР. Ну, интересно, то есть это явно становление Трампа. Удивительно, что пока не показали конкурсов красоты, где он заправлял. Но сейчас надо досмотреть, да? Ну, там же уже он на кого-то обратил внимание, явно красивое. То есть кто-то будет личное тут. Субтитры делал DimaTorzok Да, ну что, все на злобу дня. Как они быстро... Это стратегические планирования. Я думаю, что это, да, безусловно, снято под выборы, под грядущие. Ну, по... Как раз же примерно в мае началась гонка. По контексту непонятно, снято по заказу самого Трампа или против него. Пока не понятно. Мне кажется, что Трамп вообще в легкую такую мог про себя снять, потому что, ну вот его показывают, как он, через что он шел, как он всего добился. Кстати, мне кажется, да, это не, скорее всего, как бы рекламный его фильм, чем антирекламный против него. А ты узнал, кто играет вообще Трампа? Нет. Ну, это Себастин Стэн, который играл у нас в Первом Мстителе и во всех других Мстителях Марвела. Он играл Зимнего Солдата. Еще он в ряде сериалов снимался достаточно. И он здесь в образе вполне достойным. Да, да, да. И главное, повадками, костюмом, ну, понятно, все постарались. То есть, вполне на молодого Трампа он похож. Выглядит интересно. Я не то, чтобы прям фанат американских выборов, там их истории, как бы, но учитывая текущую ситуацию, возможно, имеет смысл посмотреть, откуда ноги растут. Ну, у нас вот в перспективе тоже, судя по всему, там, как бы, не знаю, сняли Калагриова с этой роли лет или нет, по ЛДПР, про Жириновского, бояпик хотят сделать. Ну, я думаю, что это, да, вот из этого же, так сказать, когорта из этой же. Ну, что, отлично. Ну, вот такая была. Пожалуй, даже так лучше, чем смотреть телевизор, я лучше про Трампа вот этому смотрю. Ну, в целом, да. Чем про выборы их слушать. Так вот, что-то, может, человеческое покажут, если у них, конечно, оно есть. Ну, сомневаюсь, сомневаюсь. Те же показывают, как он плохой человек, что своего учителя уничтожил, судя по всему. Ну, да, ничего личного. Боливар не вынесет. Только бизнес, только бабки. Не вынесет двоих. Только бабки, да. Ну, что, вот такая подборка у нас получилась. Традиционно призываем вас обратить внимание на подписку смотрителя Маяка на сервисе Бусти, потому что все эти обзоры мы делаем целенаправленно для этого ресурса. Ну, и, соответственно, потом оно выходит на Ютубе уже немножко позднее. С вами был Дмитрий Ран. Обязательно спишите свое мнение относительно новых представленных премьер. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Не пропускайте наши новые премьеры. И до новых встреч в кино и вокруг кино.